Только когда инициатива ответственна, уместно и успешно можно достичь потрясающих результатов. Акция «Тысяча деревьев» к тысячелетию Бреста тому подтверждение. Сделать родной город еще красивее, еще зеленее. Задача, поставленная администрацией Бреста, успешно реализуется и будет реализовываться. И не только в год юбилейный, и не только брещанами. Город-спутник Жабенко в полном составе. Все работники райисполкома у нас спасают аллею Жабенковскую. Хорошая тема. Потом каждый районный центр может приехать в Брест, еще аллею посадить имени Дрогищенскую. Кобрин. Кобринскую, да. Это хорошая тема. Эту тему будем дальше продолжать. Сквер в микрорайоне Северный разбили сотрудники администрации Ленинского района вместе с представителями районных предприятий. Организация участия в акции приняли школьники и студенты-активисты БРСМ. 60 рябин, берез, дубов украсит зеленую зону. И это только начало. Я доволен, что здесь вырисовываться на этом вот месте, что-то будет. Я по-честному скажу, я пригласил и полицию жилстрой, и поставил известность представителя горе-исполкома, что посоветоваться. Собрались люди, пришли люди, которые здесь рядом живут тоже. А что, а как? А что тут будут дома строить? Нет, тут будет стадион. Тут будет площадочка для волосок, будет. Детская площадка будет, будет. А здесь что? А здесь будет лесопосадка. А площадка с прудом на перекрестке улиц Аленького и Краснознаменной давно приглянула жителям микрорайона Вулька. Но место оставалось бесхозным. Непорядок решили в администрации Московского района. Горожане должны чувствовать себя одинаково комфортно в любом уголке нашего города, вне зависимости от его расположения. Именно у нас эти молодые ребята, фирма Викилинг, они изъявили желание, и мы это поддержали, именно в том, чтобы вот эту территорию, и не просто разово высадить деревья, а за ней ухаживать, взять, так говорится, шефство над этой территорией. И я думаю, со временем это будет еще один хороший такой уголок отдыха для наших горожан. И здесь мы собираемся потом в перспективе проводить какие-то праздничные мероприятия, детские праздники. Уже у нас в районе такой пример замечательный, есть такого сотрудничества. У нас Саушкин продукт сделал парк мира из места выгула собак, сейчас прекрасное место отдыха. Я думаю, что эту традицию мы будем продлевать и дальше. Вот с такими же, это частное партнерство государственное, оно дает свои результаты, и у нас в городе появляются все новые и новые места отдыха. И наш город становится зеленым, красивым. Недалеко отсюда находится наш офис. Вот просто, входя на работу мимо вот этого вот водоема, такая пришла мысль в голову, а почему бы его не сделать классным таким, чтобы было красивое озеро в центре города Бреста. Там деревья, какая-то там такая рекреационная зона, вот там дальше лавочки, там какие-то детскую площадку сделать. Ну, давайте сделаем. Вот решили сделать. Нас немного. Списочный состав, штатный состав компании Викилинк, 14 человек на сегодняшний день. Ну вот мы практически все здесь сегодня в свой выходной пришли сделать город чуть-чуть лучше. Программа «Минимум», поставленная участниками на первом этапе работ по благоустройству территории, была выполнена. По периметру сквера высадили 30 экзотических деревьев. Мусор, накопившийся за зиму, собран и утилизирован, а результатом программы – максимум. Горожане смогут насладиться в сентябре текущего года, когда территория будет полностью благоустроена. Установлены фонари, сцены, площадка для детей, а также автоматизированный полив газона. Лариса Осмолович, Наталья Луговкина, Павел Малошонок, Григорий Пекарский, телекомпания БУК-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова